Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» с вами Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях Елена Морозова, заместитель управляющего региональным отделением Центрального банка России. Елена, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, 3 сентября появилась новая должность, новый человек – это финансовый омбудсмен. Что это за должность и почему, в чем необходимость была создание вот такой вот штатной единицы? Ну, действительно, 3 сентября вступил в силу закон федеральный 123ФЗ по поводу назначения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Необходимость в этой должности возникла в связи с тем, что в Банк России поступает достаточно большое количество жалоб от потребителей финансовых услуг. Разные направленности. И в том числе бывают жалобы, которые связаны с возмещением материального или морального ущерба. И эти жалобы, они, как правило, Банком России не могут рассматриваться. Они рассматриваться должны уже судами. И должность финансового уполномоченного, это второе название этой должности, она предусматривает досудебное урегулирование споров на определенную сумму. Эта сумма ограничивается суммой в 500 тысяч рублей, сумма ущерба. И, в принципе, это бесплатно для гражданина рассмотрение этих обращений. И достаточно короткий срок. 15 рабочих дней рассматривается это обращение. Может быть некоторое отклонение от этого срока, если необходима экспертиза. Это занимает еще дополнительно 10 рабочих дней. Скажите, пожалуйста, когда можно обратиться к финансовому уполномоченному? Банк России и Роспотребнадзор не имеют права вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций и финансовых организаций. Поэтому, как правило, люди идут в суд, если они считают, что им неправильно посчитали проценты по вкладу или проценты по кредиту. С них неправильно взыскали какой-то долг. И вот эти вопросы уже не относятся к компетенции Банка России. И в таком случае необходимо идти в суд. В последнее время, я почему говорю о том, что жалоб достаточно много, за 2017 год более 200 тысяч обращений граждан поступило в Банк России. И наибольшее количество их поступило на страховые организации, на ЕОСАГО, так называемое. Поэтому закон, о котором мы сегодня с вами говорим, он будет вступать в силу поэтапно. И в первую очередь он будет распространяться на страховые организации, на сферу ЕОСАГО со следующего года. В 2020 году к этому закону присоединятся микрофинансовые организации, а в 2021 году этот закон будет распространяться на деятельность кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов. В соответствии с законом есть так называемый срок в течение трех месяцев в этом году, в который можно добровольно присоединиться к этому закону, финансовые организации могут. И до 3 декабря, соответственно, с 3 сентября по 3 декабря, если кто-то пожелает добровольно присоединиться к правилам, установленным этим законом из представителей финансового рынка, Банк России это будет учитывать в поведенческом надзоре и, соответственно, будет расцениваться как благоприятная практика. Лена, скажите, пожалуйста, вопрос микрофинансовых организаций, регламент их вообще деятельности, он широко обсуждался и было много разных всяких споров, и люди в суд обращались. Мы все прекрасно это помним, вот не проще ли было с него начать? По статистике наибольшее количество жалоб именно на сферу ЕОСАГО, поэтому вот этот закон начинает действовать именно с этой сферы. У главного финансового полномочного будут помощники по каждому из секторов рынка, и вот сейчас уже главный финансовый полномочный назначен уже Банком России, им стал Юрий Воронин, бывший советник первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова. Его кандидатура согласовывалась в соответствии с законом с президентом, и потом назначалась советом директоров Банка России. Сейчас идет подбор на должности уполномоченного по страховому рынку. Рассматриваются тоже, также будут назначаться Банком России. То есть получается, это будет один человек, который будет в Москве сидеть, а в регионах будут его помощники? Законом предусмотрено возможное наличие в регионах помощников, но пока это начало формирования только этого института, пока нет точной уверенности, какие помощники будут существовать у этого главного финансового полномочного. Его жалобами завалят ведь, если один человек это все будет делать. Нет, но это же будет служба, естественно, и служба, в которой будет работать достаточное количество людей. И опять же, в Банке России есть служба по защите прав потребителей, которая рассматривает обращения граждан сейчас. И эта служба и дальше будет взаимодействовать с институтом финансового полномочного. То есть обращения, которые, как я говорила, связаны с возмещением материального ущерба, они будут пересылаться в службу финансового полномочного. Соответственно, у них будет активное взаимодействие. Но это очень важное замечание, потому что, чтобы люди понимали, что они точно так же могут прийти к вам. В принципе, можно и не приходить. Все свои обращения можно отправлять через сайт Банка России, через госуслуги и через подразделение МФЦ. Скажите, а есть какая-то статистика, сколько обращений вот в этом году уже рассмотрели? Я могу дать статистику только по Рязани. Да, конечно, по Рязани. В первом полугодии 2018 года на деятельность финансовых организаций Рязанской области поступило 693 обращения граждан. Из них 37% – это ОСАГО. И второе по доле обращений – это потребительские кредиты. Вот здесь, как правило, чаще всего возникают вопросы. Ну, и это тоже вторая сфера после ОСАГО, где могут быть вопросы по материальному возмещению. Часто ли удается возместить ущерб? Возмещение материального ущерба – это как раз деятельность суда. Да, вот сейчас как будет работать, какова будет процедура деятельности рассмотрения обращений, поступивших к главному финансовому уполномоченному или финансовому омбудсмену. Первый шаг. Сначала потребитель должен обратиться с обращением в саму кредитную организацию или финансовую организацию, к которой у него есть вопрос. Если кредитная организация и финансовая организация не решают эти вопросы, то тогда потребитель имеет право обратиться в службу финансового омбудсмена. И уже финансовый омбудсмен, как мы говорили, в течение 15 рабочих дней будет рассматривать эти дела. Если вдруг потребитель обратится в суд до обращения к финансовому омбудсмену, то финансовый омбудсмен уже не сможет эти дела рассматривать, потому что это дело уже на рассмотрении в суде и по закону не имеет права он рассматривать такие дела. Далее. Финансовый омбудсмен рассматривает, принимает решение в пользу потребителя, например, финансовые услуги. Финансовая организация должна исполнить это решение. Если она в добровольном порядке не исполняет это решение, то Банком России будет выдаваться этой службой новой, будет выдаваться некое удостоверение по аналогии с исполнительным документом, с которым люди уже смогут обратиться в службу судебных приставов, соответственно. Насколько добровольно и как будут реагировать финансовые организации на решение финансового омбудсмена, от этого будут зависеть их взносы в службу финансового омбудсмена, потому что служба только на первом этапе будет финансироваться Банком России. А в дальнейшем уже ее финансирование, ее деятельность будет производиться за счет взносов финансовых организаций. Если финансовая организация не согласна с решением омбудсмена, она имеет право подать в суд, но если она суд этот проиграет, то она должна будет выплатить еще 50% от суммы ущерба в виде штрафа в службу финансового омбудсмена. Также и потребитель финансовой услуги, если он будет не согласен с решением финансового омбудсмена, он также может подать дальше заявление в суд. Получается, это такие рычаги воздействия, которые государство дало как раз конкретному человеку. Во-первых, это бесплатно, а в суде все равно нужно платить пошлину, как понятно. Во-вторых, это все-таки скорость, достаточно высокое рассмотрение обращений. И в-третьих, это возможность урегулирования в досудебном порядке, что тоже, в общем-то, как бы снижает нагрузку на судебную систему и позволяет удовлетворить действительно запросы финансовых потребителей. Вы правильно сказали, что действительно экономят и время, и деньги, и, собственно говоря, нервы. Наверное. Наверное, и так тоже. Если поподробнее поговорить о конкретной должности, о финансовом полномоченном, помимо банков, кто обязан сотрудничать, кто обязан как-то откликаться на просьбу, призывы полномоченного? Ну, вот мы фактически уже с вами говорили об этом, что это будет требование распространяться на все организации финансового рынка фактически, но только поэтапно. Первый этап – страховые организации, потом микрофинансовые, дальше кредит, банки сами, потом ломбарды параллельно в 2021 году и негосударственные пенсионные фонды. То есть все они должны будут взаимодействовать с главным финансовым полномоченным. Если поговорить о людях, чтобы просто им было понятно, что произошло какое-то, кажется, что не так проценты посчитали, не те деньги выдали, или как-то полис ОСАГО затягивают с оформлением. Все вот эти случаи могут быть рассмотрены финансовым омбудсменом, правильно? Жалобы будут или обращения, еще раз, к финансовому омбудсмену будут попадать только те, которые имеют под собой необходимость возмещения материального или морального вреда. То есть денежную под собой некую подоплеку имеют. Если это просто не тот комплект документов дали, или купюру не приняли где-то в магазине, в банке не обменяли, то это будет отвечать на эти запросы службы по защите потребителей финансовых услуг. Скажите, а как это центральный банк с омбудсменом будет сотрудничать? Фактически это служба, которая при Центральном банке создана. И, естественно, финансировать будет на первых этапах Центральный банк. И даже в дальнейшем, если вдруг будет не хватать взносов, Центральный банк будет дофинансировать эту службу. И, соответственно, служба по защите прав потребителей, она тоже в составе Центрального банка находится. Поэтому взаимодействие будет, естественно, по всем направлениям деятельности достаточно плотное. Елена, скажите, пожалуйста, уже мы поговорили о том, что институт этот только формируется, только складывается. Но так как у нас все-таки гражданское общество, каким-то образом люди будут влиять на работу, на становление этого института, какие-то запросы общества? Предполагается, что служба финансового полномочного будет иметь свой сайт. Соответственно, все вопросы, которые возникают по деятельности, можно будет направлять на этот сайт. И статистика работы финансового омбудсмена, она тоже будет публиковаться либо на этом сайте, либо первоначально на сайте Банка России. Чтобы можно было, чтобы люди смогли увидеть, сколько дел решено, какого рода дело решено в отношении каких кредитных организаций или финансовых организаций. То есть будет фактически для общества обратная связь от службы финансового омбудсмена. То есть получается, что это очень удобно. Можно зайти на сайт человека и посмотреть, какой надежный банк, какой ненадежный. То есть некое такое зеркало, прозрачное стекло практически. Ну, это, наверное, все-таки вопрос надежности или ненадежности. Но вопрос можно просто посмотреть. Если сам человек сталкивался с какой-то подобной ситуацией, он просто может понять, что ему можно было бы обратиться в эту службу, и его вопрос решился бы быстрее и дешевле, скажем так. То есть это можно получить некий опыт для того, как вообще действовать в той или иной ситуации. Давайте еще напомним. Вы говорите, что для людей это будет абсолютно бесплатное обращение к финансовому омбудсмену. Правильно? Да, так и есть. Но если человек работает или направляет свое обращение через посредника, так называемые автоюристы или другие какие-то посредники, которые могут решать вопросы финансовые для потребителей, финансовые услуги, то для этих посредников будет установлена плата за направление обращения в службу финансового омбудсмена. И они, в свою очередь, уже могут брать плату с людей? Ну, возможно, эта же коммерческая организация, она, естественно, действует на принципах оплаты услуг предоставляемых. А если через вас будет человек обращаться? Через вот вашу? В принципе, это тоже возможно. Направление обращения на бумажном носителе через отделение Паризанской области. Но, говорю, сейчас все люди все-таки привыкли пользоваться электронными средствами. И, безусловно, обращение, которое поступит к нам, оно будет перенаправлено в службу финансового омбудсмена. Но для облегчения этого будут все-таки больше доступны, наверное, электронные каналы. Елена, спасибо вам большое за то, что рассказали про вот эту новую должность, новую службу. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова